Две партии героина общим весом почти в полтора килограмма, изъяты полицейскими в Кустанай. В обоих случаях по подозрению в сбытии наркотиков в особо крупном размере подозреваются женщины преклонного возраста. Как сообщили сотрудники пресс-службы ДВД Кустанайской области, изъятия проведены в рамках операции Кокнар МАК-2018. Одной из подозреваемых жительниц Кустаная 58 лет. Она ранее несудима, безработная. В ходе обыска у нее в квартире среди личных вещей был изъят героин весом 119 грамм. Следует отметить, что сын подозреваемого уже отбывает наказание также за сбыт наркотических веществ. Вторым жителем Кустаная, также подозреваемым в хранении наркотиков, тоже оказалась ранее не привлекавшаяся к ответственности женщина. Она тоже не имеет постоянной работы. Ей 51 год. У нее в гараже был изъят героин весом 1 килограмм 307 граммов. Следует отметить, что в настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. По статье 297 части 3, это хранение наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере. Санкции данной статьи подразумевают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Объежничные по решению суда уже взяты под арест. 154 преступления на улицах и в общественных местах зарегистрированы за два дня проведения на территории области операции правопорядок. Семь десятков из них раскрыты по горячим следам. Раскрыты ранее совершенных 31 факт. Установлено 8 преступников, находящихся в розыске. Кроме того, задержаны 4 лица за хранение наркотических средств. Это город Кустанай, Рудный, Карасульский районы, у которых было изъято более полтора килограмма героина и 7,6 грамм марихуаны. Также за два дня операции выявлено более 2000 административных правонарушений, в том числе более 200 фактов мелкого хулиганства. За распитие спиртных напитков в общественных местах и на улицах привлечены 363 человека. В так называемый витрезвитель полицейские доставили 125 человек. По линии дорожной безопасности за превышение скоростного режима привлечено 182 водителя. За непристегнутый ремень безопасности привлечено 289 водителей. Выявлено за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и задержано 44 водителя. Патрули дорожной полиции усилили бойцами специального отряда быстрого реагирования. Такие экипажи контролировали порядок на территориях, прилегающих к увеселительным ночным заведениям. Все хулиганские действия были пресечены и совершения тяжких преступлений там допущено не было. Удалось полицейским по горячим следам задержать грабителя. В улице Каирбекова, 369, неустановленное лицо проникло через форточку в магазин «Надежда». Значит, похитило более 120 тысяч тенге, сотовый телефон и розы. И в ходе патрулирования «Байкал-2», который входит в состав сотрудники СОБРа и дорожной патрульной полиции, был задержан житель города Кустаная, неоднократно судимый. Злоумышленник, рассказывает полицейский, при нападении вооружился разбитой бутылкой, которая и угрожал продавцу. Другому экипажу удалось задержать угнанный автомобиль. Где-то 15 минут третьего патрульным экипажем была замечена автомашина «Газель». На требования сотрудников полиции он не реагировал. Средупреждение водителю было дано. Однако он не отреагировал, после чего блокировали. И возле улицы, возле дома 3, полиция совхозная, автомашина была задержана. Установлено средняя степень алкогольного опьянения. Также два дня полицейские республики в целом и Кустанайской области, в частности, усиленно ловили скотокрадов. За это время успели раскрыть 7 ранее совершенных преступлений, в том числе и 2 совершенных в прошлые годы. Также в период ОПМ задержано 8 лиц, совершивших данные преступления. Владельцам возвращено 7 голов скота. В Минзагринский РОД обратился 49-летний житель поселка Долбушка. Мужчина сообщил, что с конюшней, расположенного возле его дома, было похищено 5 голов лошадей. В ходе проведенных оперативно-ростных мероприятий сотрудниками полиции лошади были обнаружены вблизи поселка Долбушка. Подозреваемое лицо было в последующем задержано. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также наши материалы в любое время смотрите и на канале «Аллау» в YouTube и подписывайтесь на наши аккаунты в Instagram. Дачники и кооперативы «Юбилейный» обеспокоены. Они считают, что на их территории идет строительство нового микрорайона «Юбилейный» в Кустанае. Летом, говорят люди, от строителей уже пострадали участки. Хотя дачи приватизированные находятся в частной собственности. А изъятия земель со стороны Акимата, по их словам, не было. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Наталья Педронова возле этой оградительной ленты бывает каждый день. Председатель кооператива «Юбилейный» внимательно следит за строительством котельной для нового микрорайона «Юбилейный», который, как оказалось, слишком вплотную подошел к дачам. Я не знаю, на основании чего у нас удалили наш вал, который, как в свое время, дачники собирали деньги и делали, то есть это были наши границы. Изначально, когда приехала сюда организация, они строили котельную и сказали, что мы временно здесь как бы огородимся и будем складывать материал. На сегодняшний момент вы видите, какие глубокие ямы. И опять же, с их слов, это будут закапываться емкости. Люди живут постоянно в страхе. Конкретно никто ничего не говорит. Дачный кооператив «Юбилейный» сегодня – это 311 участков. Все, по словам председателя, приватизированы и находятся в частной собственности. Причем больше 70 человек живут здесь круглый год и имеют прописку. Изъятий участков для строительства, по данным Натальи Педроновой, не было. Полтора года назад, в декабре, вот именно вот этой улице, шести участкам пришли письма, значит, о принудительном отчуждении участков для нужд города Кустаная. Они даже уже просчитали все это были, начали заключать договора. Ну и кто-то был против суммы. Допустим, здесь вот 163 участок, да, она была против той суммы. И потом это же постановление, новым постановлением отменили по принудительным отчуждениям. Вот моя дача, 142. Это еще от родителей от моих осталась дача. Вот участок 4 сутки. 4 сутки. Это 142 дроп 1. Дачница Вера Михайленко в этом году урожай картофеля не соберет. В июле, по ее словам, трактор просто сгреб в кучу посаженные овощи. Вот эту всю землю сняли, видите, видать, что сняли. Здесь у меня была посажена тыква, там кабачки, все. Пока я вот нашла людей, кто это сделал, на второй день пришли, я их заставила вернуть с этого вала мне обратно эту землю. Они сказали, это государственная земля. Я говорю, это частная собственность. Это частная собственность 4 сотки. Вот дача 8 соток, вот это моя частная собственность 4 сотки. Они ничего не объяснили мне. Сегодня дачники задаются вопросами, почему нарушаются границы дачного кооператива и что делать им дальше. Ведь объяснить свои действия строители не спешат. По земельному плану дачного кооператива, сделанного в 2010 году, поясняет председатель кооператива, границы дачного общества нарушены. Редакция новостей, в свою очередь, для разъяснения этой ситуации отправила запрос в Акимат Кустаная. Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН. Термальный источник у себя во дворе. Одна из кустанайских дачниц обнаружила, что вода в колодце, которая находится в нескольких метрах от ее дома, больше не холодная, а наоборот горячая. Причем, по словам женщины, с каждым днем температура в колодце растет, а сама она стала уже настоящей знаменитостью. На необычном горячем источнике побывали мои коллеги. Я утром вышла, чтобы набрать воды перед работой, подошла, смотрю, идет с колодца. Так во дворе Натальи Стоянова и появился собственный термальный источник. В дачном обществе женщина стала настоящей знаменитостью. Посмотреть на уникальный колодец приходят целыми семьями. Причем, утверждает женщина, с каждым днем вода становится все горячее. Вот уже какой день, но оно уже стало еще более горячее. Я не знаю даже, что это может быть. Я вообще без понятия. У соседей все нормально. У всех мы проверяли здесь в округе. У всех холодная вода. Сами сидят, сами приходят, снимают, смотрят. Загадочным колодцем уже заинтересовались и коммунальщики. Представители тепловой компании изучили источник. По их словам, никаких теплосетей в дачном обществе нет и никогда не было. Поэтому никакого отношения к горячему колодцу они не имеют. Пока взрослые выясняют причины происходящего, у детей появилось новое и весьма экзотическое развлечение. У меня даже волос стал гладкий, не знаю от чего. От этой воды. Давай, отходи сюда ближе. Отмешай провод. Она гулячая. На сегодня температура воды в колодце уже превышает 40 градусов по Цельсию. В дачном обществе уже подумывают о начале предпринимательской деятельности. Соседи по участку шутят, что семье впору открывать собственный бизнес. Термальные источники – дело прибыльное. Особенно в Кустанае, где сроки подачи горячей воды уже несколько раз переносились. Однако сегодня Наталья вместе с детьми не до смеха. Использовать колодецную воду семья не решается не только в пищу, но и даже для полива огорода. Ведь состав ее на сегодня остается загадкой. Может, там в ней какие-то примеси есть. Может, серо, может, еще что-то. Потому что в земле же есть у нас все. Так что мы наберем. Не надо проверить ее на пригодность. Пробу воды Наталья передала журналистам. Отправить содержимое бутылки на экспертизу мы намерены уже на следующей неделе. А заключение экспертов мы сообщим в одном из следующих выпусков. Алексей Кудрявцев, Андрей Деменок, РТН. В селе Алтындалак Устанайского района в рамках программы «Рухани Женгру» открыли культурно-досуговый центр. Отремонтировать и помочь оснастить нужной аппаратурой бывший гараж при школе жителям села помогло местное крестьянское хозяйство. Теперь здесь будут открыты кружки, среди которых, к примеру, обучение игре на дамбре. Мои коллеги расскажут подробнее. В селе Алтындалак Устанайского района сегодня праздник. Здесь открылся культурно-досуговый центр. Он небольшой, всего один зал со сценой и комната для хранения аппаратуры и документов. Но местные жители рады и этому. Ведь последние 10 лет дома культуры в селе не было. В 2017 году Алтындалинская средняя школа с системой отопления, с твердого топлива перешла на газ. Соответственно, помещение подсобное, он раньше был гаражом, осталось непригодным, ну, не нужно. И житель нашего Алтындалинского села, крестьянское хозяйство Есмитаев Сагандах Байданш, мы с ним переговорили, решили, что откроем здесь у нас сельский клуб для населения, потому что у нас досугого центра в этом селе нет. И вот меморан был подписан у нас в апреле 2018 года. Вот, к дню Конституции мы ее завершили. В общем, по словам Акима, смена системы отопления, ремонт зданий обошлись бизнесмену в 11 миллионов тенге. Теперь в бывшем гараже намерены открыть для детей обучение игры на дамбре. Кстати, именно пять национальных инструментов будущим артистам подарил на открытии Аким Кустанайского района Кайрат Ахметов. Сегодня, я думаю, что нам очень всем приятно, когда в каждом населенном пункте мы имеем сеть учреждений культуры, которой нам против всем не хватает. Поэтому я вас сегодня поздравляю с таким событием, с таким праздником. Говоря о Конституции, это права, гарантия каждого человека нашего казахстанца. И сегодня еще раз мы, я говорю, что досу открываем для наших жителей вашего поселка. Я думаю, что вот в вашем населенном пункте, таланты, я думаю, что и она есть, еще приумножится. Как отмечают чиновники, в Алтын-Дале пустующих домов нет, а жителей насчитывается почти тысячу человек. Немало в деревне детей, а вот детская площадка одна. Ее также в рамках меморандума построил местный овощевод, причем на месте бывшей свалки. В Дярахмечин и Татьяна Калюжина, РТН, Кустанайский район. Вступили в действие новой поправки в законодательство по регулированию кредитования. Банкиры предупреждают население, что принятые на себя обязательства необходимо добросовестно выполнять, для того, чтобы сохранить хорошую кредитную историю и иметь доступ к финансовым продуктам в будущем. Ольга Наприенко выясняла подробности изменений. До недавнего времени кредиты населению могли выдавать все без каких-либо ограничений по валюте и ставкам кредита. Сейчас вступили в действие поправки в законодательство по регулированию кредитования. 16 июля текущего года Гражданским кодексом установлены особенности договора займа, заключаемого заемщиком физическим лицом. Во-первых, заемщиком является физическое лицо, не осуществляющее деятельность в качестве индивидуального предприятия. Во-вторых, заем выдается только в тенье. Далее, договор в обязательном порядке должен содержать годовую эффективную ставку вознаграждения, которая не может превышать 100% от суммы выданного займа. Размер штрафов и пении за нарушение обязательств по возврату суммы займа и уплате вознаграждения не может превышать 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выданного займа в год. Также предусмотрено, что все платежи заемщика по договору займа, включая сумму вознаграждения, неустойки, комиссии и иных платежей, за исключением предмета займа, в совокупности не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа. Не допускается индексация обязательства и платежей по договору займа с привязкой к любому валютному эквиваленту. Условия договора займа о размерах вознаграждения, неустойки, комиссии и иных платежей не могут быть изменены в сторону их увеличения. Договор, не соответствующий вышеназванным требованиям, является ничтожным. Таким образом, в случае несоответствия условий договора займа, заключенного после 18 июля 2018 года, любому из указанных требований стороны договора вправе через суд признать такой договор недействительным. При этом следует иметь в виду, что признание такого договора не освобождает должника от обязанности вернуть кредитору полученные по сделке деньги. Принятые на себя обязательства необходимо добросовестно выполнять для того, чтобы сохранить хорошую кредитную историю и иметь доступ к финансовым продуктам в будущем. Отмечаем, что Национальный банк не регулирует деятельность компаний, предоставляющих займы в рамках данной статьи Гражданского кодекса, в том числе через интернет. Для получения консультации граждане могут обратиться в общественную приемную Национального банка Республики Казахстан. А если возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в Национальный банк посредством мобильного приложения НБК онлайн. Телефон для справок – 99-09-20-99-09-21. Хамзан Рупиисов, Ольга Наприенко, РТН. И о погоде. Впереди 4 выходных, и важно, какими они окажутся. Завтра, по данным кустановских синоптиков, в областном центре ожидается от 20 до 25 градусов тепла, на местами и до 28. При этом, вероятно, гроза. А вот в последний день лета и первые два дня осени синоптики прогнозируют похолодание, особенно в ночное время. 31 августа местами по области ожидается всего 2 градуса тепла, днем – 13-18 градусов. 1 и 2 сентября дневные температуры обещают в пределах 15-20 градусов. При этом, серьезных и затяжных дождей не будет. И пока это все новости. Спасибо, что были с нами. До свидания.